приветствую всех зрителей этого видео и гостей моего канала он посвящен программе для создания анимаций tupi tube это очень простой инструмент с помощью которого можно создавать даже очень качественные мультфильмы и именно простота в освоении меня привлекла больше всего в этой программе и с учетом того что особым талантом в изобразительном искусстве я не отличаюсь и с детства особого рвения к рисованию не проявлял но сейчас проснулся такой интерес мне стало любопытно как же создаются вообще мультфильмы которые мы любим и несмотря на возраст с удовольствием смотрим их и как раз эта программа она позволяет изучить основы мультипликации и даже самим создавать полноценные мультфильмы таким образом я решил сделать этот гайд изучив основы программы и очень хотелось бы мне поделиться с вами кому интересно и возможно это вам будет полезно сразу хотел бы сказать что на английском языке существует официальный канал создатели этой программы и там тоже очень много полезного буквально от самых основ и заканчивая прям такими деталями и поэтому если вы хорошо знаете английский то принципе можете там очень найти много полезного и так начнем мы знакомство с с этой программой с того как мы создаем новый проект вкладка файл new project здесь мы видим project name строку имя проекта можем изменить что поставить написать что это мой проект примеру дальше ваше имя можно указать какие-то теги так как видео можно сразу выгрузить в соцсети description здесь какое-то описание можно добавить для себя далее идет формат в котором будет изготавливаться проект по умолчанию это full hd 24 fps ну и также можно выбрать другие форматы но пока мы что-то менять не будем это самый распространенный формат которым я всегда пользуюсь теперь нажимаем кнопочку ok и вот видим панель инструментов здесь центральное поле лист на котором мы будем рисовать и если так кратко пробежаться по основным инструментом вкладка слева видим такую палитру это красцветовая палитра здесь мы можем выбирать цвет также прозрачность можно менять и так далее но мы это подробно разберем в следующих уроках следующая вкладка свойства кисти здесь можно выбрать толщину линии которые мы рисуем и также есть еще настройки например вид линии можно выбрать пунктирный тоже подробно еще это изучим следующая вкладка называется library это библиотека с помощью инструментов в этой вкладке мы можем добавлять какие-то готовые рисунки в нашей анимации это очень удобно так как мы можем сделать какой-то качественный рисунок в графическом редакторе неважно в каком это может быть photoshop gimp in escape к примеру то есть там больше возможности инструментов и сделав там качественный рисунок мы можем добавить его сюда на наш рабочий стол тоже мы подробно остановимся как это происходит здесь далее мы видим панель инструментов основных которые используются для рисования первый инструмент это карандаш pencil далее инструмент под названием ink я бы назвал его карандаш который рисует ленты но мы тоже изучим что это за ленты посмотрим далее инструмент полилайн который позволяет нам рисовать многоугольники какие-то сложные фигуры тоже подробнее остановимся далее у нас фигуры идут стандартная прямоугольник квадрат круг и линия есть также инструмент но селекшен называется он этот инструмент служит для корректировки для исправления того что мы уже нарисовали но очень удобная штука тоже посмотрим как она работает в деле фильтрул это у нас инструмент заливки стандартный для многих графических редакторов twin twinning это инструменты для создания движения мы тоже подробно изучим как это все применяется следующий инструмент это камера очень полезная штука с помощью нее мы можем создавать мультфильмы использую камеру настольную камеру может быть помните советские кукольные мультфильмы которые но в такого такого кинематографического типа как раз таки используя вот этот инструмент мы с вами сможем создавать подобные мультфильмы и анимации тоже посмотрим как это происходит позже и так это основные инструменты основные вкладки далее идет рабочее поле соответственно где происходит рисование анимирование и вот следующая такая панель как раз таки и здесь я бы его назвал тело анимации как видите здесь может быть много сцен и слоев получается сцена состоит из может состоять из нескольких слоев а каждый слой создать состоит из кадров и процессе мы с вами изучим как это работает очень интересная архитектура и очень простая при этом вот таким образом в этом вводном уроке мы коротко познакомились с тем что из себя представляет рабочий стол этой программы и следующих уроков уже будем подробнее изучать возможности всем спасибо за внимание и я надеюсь что это видео было для вас полезно до встречи